Уважаемые коллеги, добрый вечер. Отведенное мне время. Я хочу рассказать о стандартных операционных процедурах СОП, а точнее о том, что это такое, зачем они нужны, кто и как их создает, какие возникают вопросы и какие мы видим пути решения этих вопросов. Значит, что такое СОП? Для достижения требуемого уровня качества при проведении клинического исследования нужной последовательности действий, результативности и эффективности нужны документы, шаг за шагом определяющие весь процесс проведения клинического исследования. Такими документами выступает стандартная операционная процедура. Это документ, содержащий в себе полное описание действий с указанием ответственных за его выполнение лиц, детальных шагов выполнения. В отличие от протокола клинического исследования, где сказано, что нужно делать, в СОП указано, как это нужно делать. Собственно, стандартная операционная процедура снижает возможность сотрудникам делать ошибки, но в то же время оставляет за ними право самостоятельно принимать решения в рамках делегированных им полномочий. Стандартные операционные процедуры должны быть простым, максимально понятным, полезным и надежным инструментом, а не дополнительной нагрузкой на сотрудников. Цель процедур – документирование способа выполнения работы в отношении конкретной ситуации. Иначе говоря, процедуры разрабатываются для каждого процесса индивидуально, и это является гарантией того, чтобы работа будет выполняться наиболее подходящим из всех возможных способов. Значит, может возникнуть мнение, что написание стандартных операционных процедур – это документирование рутинной практики, работа для галочки, направленная на то, чтобы стандартные операционные процедуры были в центре. На самом же деле работа по СОП позволяет решить ряд серьезных вопросов качества при проведении клинических исследований. Среди них можно выделить следующее – это преемственность. Значит, при вовлечении новых сотрудников в проведение клинического исследования информация, порядок проведения КАИ всегда до новых сотрудников будут доноситься из первоисточника без искажения информации. Единообразие. Все процедуры клинического исследования по разным центрам, по разным протоколам в рамках одного учреждения будут также проводиться одинаково. Улучшение качества контроля за проведением клинического исследования – это значит, что персонал выполняет свои обязанности в рамках прописанных стандартных операционных процедурах. И любые отклонения от правилов от рамок легко выявить. Значит, следующий вопрос, который решает СОП – это координация действий между участниками клинического исследования как внутри учреждения, внутри исследовательской команды, так и между учреждением Министерства здравоохранения, спонсором клинического исследования и так далее. Следующий вопрос – это защита здоровья интересов пациентов, участников клинического исследования. И, конечно же, предоставление в срок качественной информации спонсору клинического исследования. Это далеко не полный перечень задач, которые позволяют решать стандартные операционные процедуры, однако, на наш взгляд, на основании их уже можно говорить о значимости и важности такого института в клинических исследованиях. В завершении ответа на вопрос, зачем нужны стандартные операционные процедуры, можно сказать, это повышение качества проведения клинических исследований и, как следствие, повышение конкурентоспособности центра, привлечение клинических исследований в центр со всеми вытекающими последствиями. Это и престиж центра, это престиж сотрудников, финансовая составляющая и, конечно же, улучшение качества жизни больных. Участие в создании стандартных операционных процедур в учреждении должен максимально принимать весь коллектив, все сотрудники. Непосредственно созданием и написанием должен заниматься сотрудник, имеющий для этого достаточное количество времени. Ведь работа над СОП – это длительный и трудоемкий процесс, который в нашем учреждении включает в себя следующие этапы. Следующие этапы – это возникновение необходимости в стандартной операционной процедуре, изучение нормативной базы по вопросу, который нужно урегулировать, обсуждение соответственными лицами за выполнение процедуры, другими словами, изучение рутинной практики, написание и редактирование СОП, согласование, утверждение, регистрация, ознакомление, обучение, контроль за выполнением, актуализация. В начале пути по внедрению СОП в клинические исследования на наш взгляд целесообразно подготовить некий начальный документ, положение, где будут прописаны основные принципы группы и структура групп стандартных операционных процедур. Все участники клинических исследований, в том числе и администрация учреждения, будут понимать необходимость работы по стандартным операционным процедурам, видя, что это не просто набор разрозненных документов по выполнению процедур, таких как забор крови, измерение жизненных параметров, а системный комплексный подход к проведению всего клинического исследования, начиная от визита отбора центра и заканчивая закрытием центра, архивированием документов. При написании стандартных операционных процедур следует учитывать два основных момента. Это законодательство и рутинная практика. При подготовке процедуры нужно изучить имеющуюся нормативную базу по вопросу. С одной стороны, стандартные операционные процедуры не должны противоречить законодательным актам, ГОСТам, стандартам, которые регулируют эти вопросы. С другой стороны, стандартные операционные процедуры должны в максимальной степени соответствовать рутинной практике, которая сложилась в учреждении при выполнении тех или иных процедур. Это, на наш взгляд, обеспечит живучесть и работоспособность СОП. Информацию необходимо получать у специалистов учреждения, которые занимаются данной деятельностью, данным вопросом, который мы хотим регламентировать. Коммуникации с сотрудниками позволяют решать два очень важных вопроса. Первое – это непосредственно получение информации. А второе – многие нововведения, которые вводятся в рабочие процессы, они не всегда приветствуются сотрудниками. В большинстве случаев все привыкли работать по старинке, в каких-то рамках, нормах, но на свое усмотрение. А вовлекая сотрудников, исполнителей, будущих исполнителей в процесс создания СОП, получая у них информацию, в первую очередь у главных исследователей, мы подводим их к тому, что по СОП работать необходимо и появление, выход, утверждение этих стандартных операционных процедур не будет для исполнителей новостью, они будут готовы к работе по СОПам. И, значит, третий источник информации – это обмен опытом, либо обучение. В этом направлении нам помогли наши коллеги – это Зайцева Мария Анатольевна, Маликов Алексей Яковлевич, Рождественский и Дмитрий Анатольевич, за что мы хотим выразить свою благодарность. Для того, чтобы стандартная операционная процедура имела статус локального нормативного акта, после написания она должна пройти те этапы, которые предусмотрены для такого типа документов в учреждении. У нас, значит, к ним относятся следующие этапы – это подготовка приказа об утверждении СОП, размещение приказа и СОП в системе у нас в 1С, значит, согласование ответственными лицами. По умолчанию все стандартные операционные процедуры у нас согласовываются с заместителем директора, главным бухгалтером, заведующим отделом организации доклинических и клинических исследований и начальником юридического отдела. Если некие стандартные операционные процедуры носят специфический характер, например, что касается приема исследуемого препарата и в этом задействованного аптека, значит, мы к согласованию привлекаем заведующего аптекой. Согласование вот этими четырьмя сотрудниками, оно позволит исправить возможные ошибки, допущенные при создании СОП, проверить СОП на соответствие законодательству, локальным нормативным актам, а также юридической и финансово-экономической политики учреждения. Значит, далее идет утверждение приказа ОСОП директором учреждения и регистрация приказа и ознакомление с ним лиц, соответственных за выполнение СОП. Ознакомление с приказом, значит, оно направлено на то, чтобы показать, что данный СОП принят и указать дату вступления стандартной операционной процедуры в силу. Значит, отдел организации клинических исследований должен обеспечить проведение тренинга перед вступлением в действие СОП. Тренинг следует проводить не только для членов исследовательской команды, а также для всех сотрудников учреждения, которые в той или иной мере могут быть вовлечены в проведение клинического исследования. Значит, по ходу работы со стандартными операционными процедурами могут иметь место различные изменения. Могут меняться методы работы, оборудование, законодательство, персонал и так далее. В этом случае должен быть предусмотрен процесс актуализации СОП. В случае отсутствия каких-либо изменений должна быть предусмотрена плановая актуализация. Плановая актуализация ни в коем случае не должна носить формальный характер. Это, как минимум, возможность проверить СОП на соответствие законодательству и в случае чего привести его в соответствие последнему. Значит, ну, подводя итог сказанному, хотелось бы отметить те проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться при работе с таким институтом, как СОП. Значит, это поддержка, понимание со стороны администрации учреждения. И второй вопрос – это, значит, работа по СОП командами исследователей. На этом у меня все. Благодарю. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, есть ли вопросы к докладчику? Тогда у меня есть вопросы. Скажите, сколько у вас вообще всего СОПов внедрено? Были ли пересмотры уже этих СОПов? И сколько находится в стадии разработки? Значит, мы находимся, можно сказать, в начальном пути внедрения стандартных операционных процедур в нашем учреждении. На данный момент у нас внедрено порядка шести стандартных операционных процедур. В стадии разработки находится порядка тридцати. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Да, можно задам вопрос. Из шести СОПов, которые внедрены, сколько было введено дополнительных форм бумаг, логов по работе персонала? Ну, то есть, насколько сильно эти шесть СОПов усложнили работу? Были введены, естественно, дополнительные формы, логи, но только там, где это необходимо. Мы стараемся сделать так, чтобы они ни в коем случае не усложняли работу членам исследовательской команды. Мы стараемся, так как мы в некой мере отвечаем за качество, наш отдел отвечает некой мере за качество проведения КАИ, то заполнение этих форм, которые приняты, ну, по крайней мере, на данный момент, качественное их заполнение, оно ходит в наши интересы. Поэтому на данном этапе мы стараемся помогать членам исследовательской команды. Ну, мы у них получаем информацию, мы стараемся их заполнять сами на данный момент. Спасибо, просто здесь самое сложное, это вот соблюсти баланс. С одной стороны, необходимого контроля над исследованием, а с другой стороны, чтобы это уже не превращалось в какие-то сумасшедшие рамки, как журнал для введения другого журнала. Хорошо, спасибо большое.